приветствую youtube приветствую моих уважаемых зрителей в этом небольшом видео проведем распаковку еще одной посылки которая получил сегодня из очень хорошего магазина хорошо известного магазина это ламня из финляндии за три дня дошла посылка бесплатно сервис на высочайшем уровне что не может не радовать сегодня получил я вот эту посылку значит посмотрим сегодня на еще один нож сразу вам хочу сказать что это нож от компании экстрима рацию мнение их у меня немного этих ножей в общем-то раз-два и обчелся но вот сейчас будет еще один я как бы на него давно уже положил глаз приглядывался но не было их в том варианте в котором я хотел его получить или вообще не было вот ну это как-то совпало с 15 процентной скидкой что составило порядка 30 долларов ну в общем как в том анекдоте про грузина в гостинице мелочь а приятно но не буду рассказывать этот анекдот поскольку как известно или цезарев убили за то что он рассказывал старые анекдоты но тогда к слову давайте еще скрывать коробку немножечко изменили цвет была зеленая насколько помню так а вот тут у нас придется ножик взять что-то у нас тут не захотела она открываться так как надо порежем и вот так вот наверно и все так 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 это что такое конфеты нифига себе даже сладко но однако первый раз такое вижу впервые такое вижу чтобы конфеты вкладывали однако коробочка и даже приятная на ох шуб ну вот начале вам покажу потом сам посмотрю надеюсь они прислали мне то что я заказывал так и что я получил сегодня экстрема рацию контакт ну или контакт или контакт аркадировать как контакт я говорю контакт рейджин грин ну все правильно это компактная версия этого известного хрожоножак контакт от компании экстрема рацию ну разницу я сейчас расскажу вам самого контакта у меня нет вот получил я только компактный вариант ну здесь как водится гарантийные обязательства как лучших домах это что это лот контрольный даже 48 номер вот прошлого года 2020 года вот эта бумажка ну давайте макарончик а что приятная коробка картонная но такая плотненькая симпатичная вполне себе не я все-таки дивлюсь на магазин ламни с сервис конечно у них бесподобный бесплатная доставка в течение трех дней фантастика фирменный мешочек от экстрема рацию все очень и очень приятно ну я чувствую что не зря я заказал этот свет там еще был вариант серый такой мышиный мне он показался менее интересным решил я взять вот такую вот рейнджа грин он темно-зеленого цвета но несколько отличается подвес давайте открывать тугой такие кнопочки насколько я помню это вот так вот открывается туговато он идет вот так еще раз сразу ставим откроем ну при работается давайте сразу начнем с ножен вот такие вот ножны в комплекте это ударопрочный нейлон а цвет мне нравится вот я извиняюсь опять к этому возвращаюсь лучше чем серый лучше так вот из ударопрочного нейлона под большим давлением все это делается можно хорошо видеть что ножны открыты всем ветрам на свете это говорит о том что нож будет прекрасно вентилироваться ну сталька здесь н690 достаточно хорошей коррозийной устойчивость хотя они абсолютно я может быть несколько позже об этом еще расскажу вот но тем не менее нужно прекрасно вентилируется это тоже неплохо сделан под правую руку фиксатор но его можно переставить вот здесь от есть соответствующее отверстие все это на пинах пины выбиваются думаю это не сложно сделать но мне это не понадобится мне под правую руку сама ну вот здесь вот имеется вставочка такая резиновая для того чтобы нож там не болтался он там плотно плотно сидит ну вот это будет греметь ну так вот сделаем эти абсолютно он сидит надежно вот и хорошо стало все выезжать вот нужно не тяжелые сам по себе фиксатор достаточно надежная штука никуда ничего не выскочит вот ну и кроме того еще и хлястик вот такой вот с двумя тугими кнопками очень хорошие ножны очень аккуратно все сделано ну как вы понимаете это вариант свободного подвеса тоже не будет мешать машину садиться и все такое интересно чтобы они раньше как комплектовали таким еще длинным хлястиком чтоб на бедро его цеплять сейчас вот его нет ну он до мне даже лишний был я не люблю это дело вот ну раньше комплектовался сейчас нет и слава богу хорошие ножны очень хорошие ножны ну наилон материал хороший прочный давайте тоже из кадра сейчас уберем и посмотрим на сам нож я сейчас на него сам посмотрю однако однако да да не такое ощущение что ребята услышали мои призывы качество безупречное просто безупречное да номерные дела показываю контакси компактная модель и номер четыреста восемьдесят восемь ар посмотрите на монтаж никаких зазоров рукоятки все безупречно абсолютно абсолютно безупречно ну какой нож шикарная он заточит лихо неплохо заточен вот сразу вам покажу кромочку режущую как аккуратно все сделано абсолютно абсолютно все симметрично абсолютно острый на конце класс шикарный нож да не ожидал думал опять будут какие-то мелкие проблемки так вот а разница этих двух моделей контакт и контакт си то что я сегодня получил контакт модель более габаритная у нее клинок 16,2 см у этой модели 12,8 см соответственно модель компактная и полегче вот у этой модели вес 273 грамма и у ножа контакт вес 293 грамма то есть на и тяжелее ну и более габаритный клинок мне показалось что вот это для меня будет более интересной вариант более легкий в обухе они 6,3 мм и тот и другой это говорит о чем что клинок вот этот может быть даже и более прочный поскольку покороче покомпактнее и при этом имеет точно такую же мощь в обухе вы можете видеть какие здесь долы практически по всей длине клинка ну и для облегчения веса да и в общем то с чистой физической так сказать точки зрения это возможно даже несколько укрепляет мощь клинка при боковых нагрузках ну этот этот клинок выдержит любые нагрузки боковые любые мощь феноменальная совершенно у клинка и при этом за счет того что вот фальшлезвие занимает как вы можете видеть более половины длины клинка он не кажется таким массивным кстати давайте разбаланс посмотрим шикарно сбалансирован совершенно шикарно сбалансирован посмотрите какой баланс прекрасный в ноже потрясающий нож здесь вот сделаны но это даже не насечки их трудно назвать насечками упоры прямо под большой палец ну не скажу что совсем мягко но и не очень грубовато не очень грубовато зато абсолютно надежно если это нужно и что меня радует я вот боялся что вот эти вот опять же не насечки ну я не знаю выборки такие вырезы будут мешать указательному пальцу каким-то образом натирают нет ничего абсолютно не мешает очень все грамотно сделано сразу хочу остановиться на таком вопросе иногда задают его для чего делают отверстия ну тут половина гарда как бы бывает если гарда полная то вот эти отверстия на концах они бывают с двух сторон как правило ну вот здесь вот гарда половинная и вот отверстие сделано это сделано для того чтобы при необходимости сняв рукоятку например да и можно не снимая рукоятку ну можно и снять рукоятку закрепить на каком-то древке на какой-то палке не подходящего размера и длины там что у вас будет под рукой нейлоновый шнурок какой-то проволока веревка тонкая все что угодно тесьма какая-то и получаете копье причем очень нехилое что может иногда и понадобится вот для этого делаются вот эти вот отверстия значит рукоятка здесь разборная абсолютно легко все снимается вставляется сюда вот какой-то штырек металлический любой какой там подойдет что под рукой окажется вывенчивается снимается рукоятка снимается рукоятка из форпена прекрасный материал ударопрочный инертный нейтральный что удивительно вот при такой казалось бы простой форме ну вроде и смотреть то не на что но рукоятка рукоятка на самом деле она чрезвычайно эргономична что просто удивительно при ее относительной простоте очень удобная эргономичная рукоять прекрасно совершенно лучше ничего не надо материал не скользкий ну а почему бы и не быть эргономичной если ребята из экстрема рацио привлекали к разработке этой рукояти кинетомехаников кинетом физиологов университетского уровня впервые же если я не путаю что-то по памяти цитирую вот поэтому рукоятка получилась на славу очень плотный монтаж вот у меня другая моделька психо 15 там вот есть зазорчики определенные ну тоже ничего не болтается тоже не напрягает совершенно но здесь просто удивительно все плотно все очень хорошая подгонка деталей великолепно ну вот ну вот навершие как выполнено ну смотрел этот ролик один с таким же ножом только там полноразмерная версия была и там один чудак ну не хочу грубее говорить лупил что есть мочи вот этим вот стеклобоем уж не помню почему то ли по стенке бетонной то ли по пню какому-то ну и когда рукоятку снял там загнулся конечно не сам хвостовик хвостовик тут очень мощный а вот на чем сидит вот этот вот хвостовичок вот навершие от этого он погнул его основательно но он лупил со всей мочи со всей дурь я бы сказал там уж не до мочи вот ну кому это надо и так понятно что это очень прочно и очень надежно да хотелось бы еще одна вещь рассказать вам я смотрю обзоры разумеется некоторые с удовольствием некоторые с меньшим удовольствием ну как правило просматриваю на ютубе в частности вот и вот иногда слышу как неправильно произносят название этой замечательной компании экстрема рацио и хотелось бы буквально пару слов остановиться в таком филологическом так сказать моменте почему это так произносится ну понимаете это латынь это латынь вот это язык древних римлян ну как говорили древние римляны никто не знает и знать не может наука об этом скромно умалчивает но тем не менее на сегодняшний день существует правило чтения и в частности вот если имеется такое сочетание как вот слово рацио как сочетание буквы т и буквы и т и то перед гласными читается как ци то есть в слове рацио после буквы и идет буква о и гласная и поэтому читается как ци рацио иногда произносит ратио я не знаю каждый на свой манер произносит но неправильно это по правилам по правилам по правилам атинского языка читается как ци ратио или например слово начало инициум инициум тоже после буквы и, идет , буква гласное инициум начало Но вот если перед буквой Т стоит согласная, причём либо согласная тоже Т, то есть сдвоенная Т, либо согласная Х, либо согласная С, то в этом случае уже читается как Т. Но как пример можно привести слово «бестия». То есть перед буквой Т стоит буква С. И в этом случае читается как «бестия». Ну, переводится с латинского «зверь». Вот такие вот правила латинского произношения. Лучше их, конечно, не нарушать. Само по себе экстреморация – очень красивое название. И в переводе с латинского я уже как-то говорил. Ну, это вольный перевод, конечно. Можно перевести как «последнее средство» или «убедительный довод». Не нарадуюсь ножу. Очень меня цвет от этого. Я поднялся, что будет слишком он какой-то светло-зелёный. Он что-то такое среднее между зелёным и чёрным. Лучше, чем серый. Лучше. Значит, на клинке «стон вошь». Причём великолепного качества. Можете посмотреть вот ещё раз. Великолепный «стон вошь». Ну, может быть, сатин был бы понаряднее. Может быть. Но сатин у нас только у Архадира. Мне вот достался «стон вошь». Честно говоря, сатин, конечно, понаряднее, попраздничнее. Но с точки зрения практичности, конечно, «стон вошь» может быть даже в чём-то и преимущество имеет. Нежели сатином меньше видны. Всякие-то, так сказать, травматические последствия тяжёлого использования любого ножа. При «стон воши», нежели при «стон воши». Ну, это понятно. И ещё одну вещь вам расскажу. Как-то я... Ну, нравился, конечно, нож этот, безусловно, смотрел на него. Думал, что приобрести, конечно, со временем на другое. Тем более, относительно недорогой нож, относительно недорогой. Я хотел очень приобрести себе «Нимбус». Причём спешил эдишн. Уж больно он мне как-то запал. Вот у них похожи очень клинки. Очень похожи и по размеру, и по форме. Ну, единственное, там у них несколько, так сказать, по фигуре линии обуха сделаны. Чем-то напоминает нож 3909 спешил эдишн от той же компании. Обзор, на котором я достаточно подробно есть на канале. Вот. И, ну, в общем, понравился этот нож «Нимбус». Ну, зацепить я его со скидкой, да и более-менее приличной цене, подходящей для меня не смог, к сожалению. Потом они пропали, а сейчас, в общем-то, его можно заказать, но уж цена, конечно, он не стоит этих денег абсолютно. Цены зашкаливают. Я как-то решил пока воздержаться. Подожду, может быть, появится на экстрем... на лавне со скидкой. Там самый дешёвый вариант, который только возможен. Вот это мне удалось ножом 3909 спешил эдишн, а вот «Нимбус» не удалось зацепить. Ну, посмотрим, ещё не вечер, как бы. Вот. И решил вот я остановиться на этом ноже. Клинки, ещё раз говорю, очень похожи клинки у них. Это кинжалоид. Не кинжал, это кинжалоид. Хотя и форма даггер. Но вот заточка у него односторонняя. Заточка односторонняя. Что, может быть, его несколько эффективность уменьшает, как ножа боевого. Но с точки зрения его практического использования, это определённые преимущества. При батонинге, вот, при необходимости, так сказать, серьёзных каких-то нагрузок на нож, односторонняя заточка имеет определённые преимущества. Не кинжал, кинжалоид. В этом отличие. Ещё один вопрос в отношении его холодности в Российской Федерации. Ну, вы понимаете, значит, 6,3 мм в обухе, что, казалось бы, должно его выводить из-под категории холодного оружия, считается, что один достаточно, хотя бы признак, который есть, исключающий, уже может его вывести. Там до 6 мм, так сказать, по ГОСТам Российской Федерации, законам Российской Федерации об оружии, до 6 мм. Здесь 6,3. Вроде как не холодно, но я не знаю. Сложный для меня этот вопрос. Я бы посчитал, что это холодное оружие. Так уж. По-серьёзному. По гамбургскому счёту. Как посмотрит этот закон в России, ну, не знаю. Скорее всего, точно так же. Ну, холодняк, конечно. Но вот, тем не менее, такой исключающий признак имеется. Мне даже будет интересно послушать ваше мнение. Может быть, конкретная какая-то информация есть. Я буду благодарен, если вы мне об этом напишите. Вот. Ну, что ещё не рассказал? Краткий ТТХ как бы осветил. Да вроде ничего не забыл. Очень аккуратно нож сделал. Ну, просто не ожидал я от этой компании. Не ожидал. Ну, честно прислушались они к тому, что я, так сказать, говорил про них. Видимо, не зря. Ещё раз посмотрю на этого красавца. Ну, может быть, вы спросите, так сказать, предназначение этого ножа. Абсолютно универсальный нож. Конечно, при такой геометрии ожидать какого-то сверхкомфортного реза не приходится. А вообще-то говоря, у него, конечно, круг задач очень и очень широкий. Начинает ножа боевого. Хотя для хорошего боевого ножа ему явно не хватает длины клинка. Вариант «Контакт» в этом смысле был бы более предпочтителен. Опыт спецназа, американского спецназа во время войны вьетнамской, показал, что там при таких боестолкновениях с применением холодного оружия имеет значение каждый сантиметр. Поэтому, конечно, вариант «Контакт» был бы более предпочтительным для боевого ножа. А вот для вариантов тактического, для ножа выживания, для батонинга, для каких-то серьёзных задач, таких тяжёлых, грубых работ, вот этот вариант может быть даже и лучше. Со всеми этими задачами нож справится на ура. Абсолютно. Он очень неплохо заточен. Бумажку сейчас. Что-то у меня далеко. Не приготовил сразу. Но он будет резать нормальная. Хорошая заточка. И, по-моему, я уже обмылся здесь австрийская нержавейка кобальтовая N690. Об этой стали я уже многократно рассказывал. Ну, и, может быть, чуть-чуть ещё расскажу о том, что в отношении к разильной устойчивости я обмылся, что она не совсем абсолютно. Так она и есть. Вот у меня с психо-15 с моим ножом, я будучи абсолютно уверенным, что она совершенно, в принципе, не может быть. Может поржаветь. Вот, оставлял её спокойно, так сказать, после работы вот на ночь с каплями воды. И был удивлён, когда обнаружил питинг, довольно выраженный питинг на клинке. Ну, удалил легко, без проблем. Но, тем не менее, не ожидал, что он появится. Хотя это было на сатине. Там сатин. Здесь, может быть, будет поустойчивее. Состав он вошим, трудно сказать. Но экспериментировать больше не буду. Лучше всё-таки ножи протирать немножко. Хотя устойчивость стали коррозии считается очень и очень высокой. Вот. Стали в этом смысле хороша. Прекрасный нож. Ну, вот. Очень доволен. Очень доволен. Шикарный нож, шикарен. Если у кого есть возможность, если нож, так сказать, не холодный, в чём я почему-то сомневаюсь, то заказывайте, будете довольны до невозможности. Прекрасный экземпляр. Ну, если, может быть, затянул немножко видео, сказал короткое. Вот. Хотелось побольше рассказать. Давайте мы на него наедем. Вот так вот. Если у вас есть какие-то вопросы о ноже, о покупке, пожалуйста, задавайте. Отвечу, как всегда, с удовольствием. Желаю всем здоровья, благополучия, удачи. Всем всё самого-самого доброго. И ещё хочу сказать, что у меня заказаны несколько стволов сразу. Хочу предупредить. Но, к большому сожалению, сейчас ситуация на рынке настолько напряжённая, что ожидать выполнения заказа приходится неделями, буквально. Я этого не ожидал. Но вот такая сейчас ситуация сложилась в стране. Просто неделями приходится ждать. Вот уже больше двух недель прошло. Вот, ну, не знаю, пока не пишу. Продавцу не звоню, но уже напрягает, если честно. Так что, вот как получу, сразу буду показывать. Там интересные идут варианты. Я думаю, будет интересно моим зрителям на это посмотреть и послушать мои комментарии. Всем всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова